Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Меня зовут Ведьмак. Мы с вами продолжаем вести расследование последнего дела в игре Sherlock Holmes Crimes and Punishments, которая называется «Прогулка в лунном свете». Сегодня мы отправились в цирк, где, как возможно, мы откроем личность убийцы. Да ладно, запросто. Как так? Я могу открыть любой замок. Ты что? Ты что? О, подлец, не верит мне. Как так? Нет, не пускает. А что делать-то? А можно ему в ругодам просто? Короче. Замаскируйтесь. Понял? Я слишком официозно выгляжу. Слишком богато одет. Хорошо. Зачем я туда-сюда ехал? Вначале непонятно. Надо было сразу маскироваться. Они ищут взломщика. Это вообще, как говорят, подозрительно. За каким хреном взломщик в цирке? Хотя всякий фокус, типа, с открыванием замков показывать. Посмотрите, меня заключили в цепь и засунули в водяной бак. А я хоп, от такой высвободился. Будини все дела. Ну да, надо артистичную внешность, артистичную. Так, а что там? Подожди. Что нам предлагается-то? Ой, я надел шляпу. Так. Здесь еще все кнопки будут, блин. Потрепанный сюртук и шляпа подойдут. Ну я же хотел цилиндер. Ну что, не подойдет эта шляпа, как думаете? Это что? Пойдет, короче. Очки. Очки нужны. Нет, ладно. Это слишком. Ну я теперь придется свою рожу замаскировать. Вот, вот, гудини. Гудини, как есть. Так. Нет, где там. Слишком круто. Тоже слишком круто. Бандитос! О! О, самое оно! Типичный медвежатник! Ну да, вот, конечно. Где Шерлок Холлз? Терпись, Ватсон. Дай глубокий вдохновение. Это я. Благодарю, Господи, Холмс. Я не могу привести к вашим взглядам. Спасибо, Ватсон. Это означает, что я готова. Мне, конечно, всегда забавляло, как-то на всяких фильмах, особенно американских, там, про супергероев, короче. Супергерой надел, значит, полумаску такую на лицо, и все, его уже никто узнать не может. Вообще, сам Супермен просто очки снял, волосы назад залезал, все, его никто узнать не может. Тут примерно точно так же. Шляпу надел, кусички нарисовал, все, неузнаваемо. Кто ты? Какой ты назвал? Меня зовут Найгел. Я здесь, чтобы открыть локти. Терпичный, а? Давайте посмотрим. Поехали, пошли в маркете и показать себя Чарльзу Фолли. И я очень рекомендую тебе, не трогать его. Понятно? Я понял. Фолли, знакомая фамилия, не так ли? Это тот самый, это фамилия того самого чувака, который украл, в общем-то, вышеуказанные сокровища, эллинскую коллекцию. Его звали Винсент Фолли. Возможно, это тот же самый человек, возможно, это его брат. Там где-то рычит кто-то, но это не явно не в этой клетке рычит. Тут где-то тыквы, да капуста лежит в качестве корма. Наверное, это не хищное животное. Наверное, сейчас нас заставят ломать замки, чтобы доказать, что мы действительно тот звукового себя выдаем. Ну, короче, ничего особо нет. Я, по крайней мере, не вижу. Да. Я профессионал. Я рад, что слышу. Ты готова сегодня, тогда. Эта зеркалка уничтожена. Это сложно сказать, что внутри. Как, если она сломана? Наверное, назад. Нужны инструменты, да? Чтобы посмотреть. Давай подожжём всё. Сделай малак-бабах. Ну да, порох. Так, какая-то бумажка. На бумажку Sherlock Holmes не хочет обращать внимание. Такие дела. А где тут парень, которому надо показаться? Как бы он нас не застал за тёмными делишками. Райзап. И продолжай расти с лампами до львов. С лампами до львов. Эти слова от удовольствия и дефицит. Офигеть, мы на заговорщиках, что ли, наткнулись? Помните в одном из дел? Надо уже не помнить, потому что я давно выкладывал видео. Там как раз речь шла о каких-то заговорщиках. Ни хрена себе. Подставы. Но все равно способны принять сотни страниц по дням. Чё тут ещё посмотреть. Как это всё связано? Как это всё связано? Я уверен, что это не совместительство. Мерри-мены планируют какие-то табачки. Простите здесь. Кто ты? Ты Чарльз Фолли? Может. Они говорят, что я могу открыть дверь. Они сейчас? Мы увидим, что у нас под львов на табле. Открыть это. Но проблемо. Ну давай мы сначала тебя осмотрим. Пират ты наш с колечком, мать твою. Сейф. Какой же он сложный. Ключ как ключ. Кровавая повязка. Видимо ту самую раму. И очень опасен. Кольцо с головой бараны. Понятно всё с тобой. Палишься. Как можно вообще украденные вещи носить? Не понимаю. Вот так вот. Откровенно. Ну всё. Попался ты в общем. Я тебя знаю. Я тебя вижу. Я слежу за тобой. Так. Эм. Окей. Отказывается он соединяет пропавшие предметы искусства с упрательным кольцом. Хотя казалось бы. Так. Ну поехали. Что-то это как-то. Как-то. Я почему. Вот так вот больше похоже на правую. или нет крутить все так тихо тихо твои стики бесятся стики не беситесь пожалуйста и чуть не устраивает вроде все совпало не он так не совпадает так совпадает чуть-чуть не совпадали миллиметры ну доволен что смысле как револьвер с кольцом что он и стрелять мог и кольцо украла муж чинка в пиджачке так 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 ты кто такой почему не в армии так как бы мужик сказал «Алданк» Хм, извиняюсь, что вы слышали. Это все хорошо. Трактор получил цену кровь. И ты делаешь работу, потому что я нужна. Я знаю просто где искать его... ...логащи. Это все о том, что хеленских тренажерах, не ли? Ош, ты fool! На, слушай. Вы пришли с нами сегодня. И ты лучше себя чувствуешь. У? Кто пришел, тогда? Билли, Джек и я. И что я получу для этого? Мы поделим лут. Тот, который, как вы думаете. Правильно. Ждите за нас в оборудованном доме, на одной стороне Ледброка-Грофе и Кензинтон-Парк-Роу. В недвижимости. Затем. Такие дела. Подвязались. Преступление. Так, найдите осмотреть замок сейфа в особняке Неттинг Холл. Неттинг Холл. Подтасрительно все это. Как это все связано со всякими заговорщиками? Интересно. Что это такое? Что это такое? Ладно, поехали. Там у нас, видимо, больше ничего не остается. Ага. Такой взломщик. Весь из себя помятый взял, снял кэп. Поехал. Конечно. Но мы же взломщик Найджел. Мы можем взломать любой замок. Так. С чего начать-то? Обычно начнем с края. Так. Двигаться она не может. Хорошо. Чик-чик. Вот это может двигаться. Так. Интересно. Здесь даже две линии. Какая из них правильная? Хрен бы его знал. Так. Дальше. Нифига себе тут. Лабиринты целые. Можно построить. Так. какая-то хрень получается на других хреней тут вообще нет никаких так что оставим пока пока оставим пока пока так а вот это более верный вариант я думаю вот еще более верный вариант так конечно даже еще все они тифа и сейфа и локтики реально взломчиков чуть здесь нет нет этот нормальный сейф это бросил беспардонно вообще кувалда херось что тут делали я заметил что нам нужно сдвинуть нужную книжку сторону тогда откроется дверь что-то я не вижу должны книжки а вот что там как бы этот кабинет может быть я дам его попробую ну вперед опа чо сейф это локтики мне подожди зачем у него на шее тогда висит ключ от какого сейфа тогда типа дата ну ладно фига это механизм себе так так как то так так покрутим поверьте вот это больше похоже на правду чик 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 как то так изи пи Скважина почистила очередной ключ Другой ключ. Хм, и я не смогу выбрать его. Я вспомнил, что царство вверх Фоли. Это может показать правильный подход. Я думаю, что они прислали меня, чтобы только открыть первую ключ. Давайте ждать за птицами, спрятать их и узнать. Надо, наверное, на полицию предупредить, чтобы они своих молодцев прислали. Другой ключ. Другой ключ. Другой ключ. Понял тебя. Ловушки. Будем ловушки как в один дом готовить. Эта дверь – это perfect means escape in an emergency. Так, веревка. Нам пригодится веревка. Натянем ее поперек двери. Как-как. Вообще. Как хулиган какой-то. Так. И че? Больше ничего. Окей. Эта дверь ведет к кухню, которая держит длинную дорогу к обратной двери. Эта дверь должна быть полезной. Стул. Окей. Положил в карман. Прекрасно. Широкие карманы – это всегда прекрасно. Спуск в подвал какой-то. Другой шкаф – это правильный способ, чтобы исходить. Выбился прямо в окно. Я понял тебя. Шкаф. Шкаф можно подвинуть в окно. Это всё хорошо работает. Никто не отодвинет от этого шкафа сейчас. если конечно не отодвинет окно что ты ко мне пристал да я вижу это у нас главная дверь люстра сделано так что она упадет по мысль на голову требуется предмет у вас да я тоже мушки-то со царапин там на дверке не сработало похоже кувалдой ведь работали вам вам но надежная японская сталь она не подводит так что ты не хочешь брать от а у них под перец гениально теперь что никто не войдет никогда так все прекрасно конечно так я теперь отсюда выдум давайте сходим наверх посмотрим может быть листу придется и получится особенно если один из воров акробат который недавно поднялся по вертикальной стене без всяких приспособлений что веревку тут натянуть предлагаешь весь из-за perfect place to set a trap требуется предмет смотрите к ожерелье забыл и карманем надо рассыпать на полу чтобы ты не подскользнулся на один дома и наш херлок холмс подскользнулся на бусах упал и сломал себе шею ну я 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 Люк, мы его откроем, и кто-нибудь туда бабахнется. Нет ладони. Если кто-то здесь упадет, он будет нужна помощь, чтобы выйти. Кто-то найдет его дорогу. Повесить люстру на кувалду. Если кто-то возьмет кувалду, ручка будет укрепляться и сделает шандалир упасть. Пошли в комнату кувалду. Если кто-то возьмет кувалду, то шандалир будет укрепляться. Что ты еще с ковром хочешь сделать? Да? Честно говоря, даже не знаю зачем. Да. Твери закрыта. А через эти окна не пойдут, потому что они заколочены, да? Так, что ты предлагаешь ковром накрыть в эту хрень? Или как? Да нет, наверное. А, понял. Ковром надо прикрыть люк. Чтоб его незаметно было. Тоже вариант. Теперь это не открытый кувалд. Просто красивый карпит на стене. Я должен идти внимательно здесь, или мой план будет укреплен. Если тебе не дадут кувалду, он будет уходить укрепленную приезжу к кузе. Трапы для моих партийских партийов все готовы. Я сейчас могу остаться. Но я вернусь позже с Чарльзом Фоли и его партийами. Заниматься такой рутиной. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Полиция! Полиция! Вот это нормально. Так, пистолет берём. Пистолет, где ты! Где они? Пистолет, Уотсон. С твоей помощь. Как так? Вы звучали просто как настоящий Бобби, мой дорогой парень, который встал их в трапы. Я? Я уверен, Уотсон, это было довольно интересным шоу. Они не исчерпят от дома сейчас. Ты скоб! И это... Криминал скоб! Как ты знаешь об этом? О! Майкрафт! Трестер! Я не заканчиваю, Шерлок. Майкрафт! Майкрафт! Что ты делаешь здесь? Ты следишь мне? Шерлок, это может быть, что я использую вас. Но вы должны быть счастливым, что вы служили нашу Queen. В этом случае. Ну, так-то нет. Чик. Что-то как-то тут не густо. Может мне показалось, там какой-то шлем и меч лежали. Это невероятно. Это невероятно. Трестер! Трестер! Совершенно. Ничего, но шлем! Где они, Майкрафт? Я не знаю, почему ты меня спрашиваешь, Майкрафт. Они твои, чтобы найти. Я тебя скоро увидел. Я тебя скоро увидел. Дэр, брат. Что ты, Флиннфламар? Флиннфламар? Открывал. Чарлз Фоли бился. Один из фоли. Он не осознан. Один из фоли. Он не осознан. Странно. Неужели на этом дело так закончится? Без всякого участия этих веселых ребят. Это же, как это, блин, наполовину, не знаю, мне не нравится такое завершение. Чарльз Фолли организовал кражу, сокровающего ленизма, из-за которых произошло двойное убийство на Халфмону-Стрейт. Лейтен Чапман стал свидетелем поступления. Оправдать Фолли. Чарльз Фолли получит тюремный срок за кражу, однако он невиновен в убийстве, по-твоему заключению, не будет долген. В смысле, невиновен в убийстве. Он же убил человека. Один выстрелил другому в живот, но пулю-то в голову получил кто в результате? Или они друг друга перестреляли? Даже не знаю, что-то как-то все это странно. Что-то у меня реально такое ощущение, что я что-то пропустил, и из-за этого... До конца дела не давил. Ну, точнее, не давил до конца. Конечно, мы нашли, кто украл. И оправдали этого Чапмана. Но мы вообще никаким образом не решили вопрос с этими веселыми ребятами. Что-то как-то луна неправдоподобно ярко светит, как солнце. Ну, ладно, давайте делать какой-нибудь вывод. Мужчина в печатке. Мужчина в печатке. Однако он не виновен в убийстве. То есть, типа, они застрелили друг друга, и все, что-то на этом. Ну, не знаю даже. Мне до сих пор непонятно, каким образом сокровища попали к этому ломбарщику. Отчего он, собственно, и погиб. То есть, это не объясняется в игре никак. Единственное, что я могу домуслить. Ну, ладно, если они действительно застрелили друг друга, то он в убийстве не виновен. Я считаю так. Он только украл их сокровища и убежал. Значит, будем его оправдывать. Но это очень странно. Если на этом дело закончится. Вы были свидетельствами. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что было относительно несложно на мой взгляд с местами конечно у меня были затупы когда я долго не мог решить какой из вариантов в развитии дела был правильный но в конечном то не приходил к верным что в общем то неплохо так показывается видео как там терзают призраки все дела некоторые намеки политически конечно в игре есть последнем деле но особо как-то я не заметил так местами и временами можно было конечно без этого я думаю обойтись вот в целом игра мне понравилась я так понял фору и они занимаются очень серии и пошел кухом все это первая игра другая игра можно было ее сделать подлиннее на мой взгляд 6 дел но это несерьезно если бы я играл их там подряд все то я был буквально за два-три дня если закончил были что еще сказать не хватает связности несмотря на то что я знаю что рассказы шерлоке холмсе который написал командой ли они действительно не связаны то есть это набор рассказов если кто-то не читал шерлока холмса не знает там нет никакой там большой книги да это рассказы которые печатались достаточно продолжительное время писал 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 они выходили выходили довольно много рассказов каждый из которых независим сюжетно есть несколько больших рассказов типа собаки баска ревели и в основном это рассказы очень небольшие на 20-30 страниц вот я это понимаю но эта игра и игре не хватает какой-то знаете остросюжетности вот тут был намек на то что вот майкрафт холмс когда-то по поощрял этих веселых молодцев да как я говорил они были у него под колпаком чтобы он о них знал и как бы старался их деятельность держать под контролем но чтобы там было место людям где выпустить пар селила но он выпустил из под контроля и они чуть было не взорвали фондовую биржу по моему сюжет с бойцовского клуба если я правильно помню вот небольшой намек на вот такого сюжетную завязку есть но авторы не пошли дальше не стали делать дела взаимосвязаны можно было сделать дела не взаимосвязаны сюжет то есть каждая делала там идет по своему но внутри каждого дела можно было бы завести некую подоплеку некую тайную линию которая шла бы через них такой вот конвой потайной и в конец развивалась определенную какую-то общую развязку всей игры автор не пошли на это то есть мне не хватает некой остросюжетности какой-то дополнительной интересной закрутки но в целом как независимый набор интересных дел мне понравилось то есть у геймплея игры мне нравится то есть мы ходим собираем улики основе улик делаем выводы делаем всякие анализы эксперименты ставим выслушаем свидетели осматриваем их там маскируемся идем в тайном виде выпрашивать какие-то зеленые знания у людей там подобное все прикольно сделано хорошее мне понравилось это понимаем такие вот отсылки на дело с джеком потрошителя как раз отсылки к предыдущему серии возможно я посмотрю не знаю особо смысла не вижу но посмотрим я думаю авторы не остановятся на достигнутом любят новые игры надеюсь что эти игры как-то будут более что более будут дальше развиваться может хотел сказать то есть не будут повторяться один и тот же геймплей такого стиля развивать и сюжет и персонажей и геймплей в том числе но тут на самом деле широком холлсом особо не прозвиваешь то есть это вполне определенный персонаж описанный в книгах он здесь именно представлен таким книжным персонажем это не попытки переосмыслить типа современного шерлока до с бенедиктом кембербэтчем это не попытки переосмыслить его в виде доктора хаоса это не попытки переосмыслить в сериале элементарно да это совершенно книжное воплощение поэтому автор находится в жестких рамках и у нас ободеваться некому то есть нельзя например отправить шерлока холлсом на лону сказать что он там что-то расследует у него есть свое поле деятельности это лондон где он раскрывает преступления и тут мы довольно ограничены и географически и временно временными рамками то есть он действовал в конце 19 начале двадцатого века что тут еще сказать в целом впечатление хорошее об игре на этом пожалуй мы закончим спасибо что смотрели с вами был ведьмак подписывайтесь комментируйте оценивайте приходите смотреть еще всем пока а